Команда Седанкинского дома-интерната – постоянные участники различных соревнований в городе и крае. Этот коллектив считается серьезным соперником во многих видах спорта. Гребля – не исключение. Правда, до недавних пор спортсмены могли заниматься ею только на открытом воздухе и только в теплое время года. Теперь же здесь стоит новый гребной тренажер, который позволит людям с ограниченными возможностями систематически готовиться к соревнованиям. Такой ценный подарок дому-интернату вручил знаменитый приморский спортсмен Иван Штыль. Олимпийский призер заодно дал важные советы по тренировочному процессу. Давай мы попробуем еще раз, но уже с головой и не спешим. Мы не хотим выиграть, мы хотим сделать сначала правильно. Правильно научишься – будешь выигрывать. Давай, спокойно. И вверх руку. Этот тренажер – это только начало, я думаю, что уже сейчас они поняли, что бы вот этих рамок у них не было. Что вот этим я могу заниматься, а вот это для меня нет, это невозможно. И вот этот тренажер показывает, что в принципе каждый человек с любыми возможностями может сесть и попробовать себя в виде гребца. Иван уже не первый раз преподносит подарки подобным учреждениям. Как говорит сам спортсмен, такие встречи вдохновляют обе стороны. К тому же канаист видит, что результат от его визита не заставляет себя ждать. Спортсмены-седанки имеют немалые успехи в гребле на лодках класса «Дракон». Они стали вторыми в соревнованиях, проводившихся в рамках Дня физкультурника. А в открытом первенстве находкинского городского округа и вовсе стали чемпионами среди команд инвалидов. У нас есть не одна команда, у нас и гребная команда, у нас есть и команда футбольная, у нас и бегают, и прыгают, и играют в теннис, и занимаются дарсом, и другими видами спорта. То есть наши жильцы ориентированы на спорт, и поэтому действительно этот подарок для нас важен. А сейчас он начинает ускоряться, потому что он становится все легко и все есть. Иван Штыль после встречи с местными спортсменами решил, что гребцам нужен еще один тренажер «Концепт-2», который позволит приобщиться к этому виду спорта даже инвалидам-колясочникам. А гребная команда от дома-интерната, в свою очередь, пообещала с началом сезона оправдать все возлагаемые на них надежды. Максим Яковлев, новости спорта на восьмом.